Время не трать даром История нашего времени Жил да был один мастер боевых искусств Много времени проводил он в собственном зале Тренировал самую разную технику Часто дрался с товарищами по клубу Ну с парень конечно товарищеский там соревнования И все вроде было хорошо И победы на соревнованиях И признание мастерства соратниками Ну плюс ученики с уважением относились Ну вот как то однажды приехал Он после тренировки домой И поставил свою машину на парковку Отправился домой Вот А путь до дома был буквально там Несколько сотен метров Ну как на беду был этот день Днем ВДВ И по городу гуляли ребята В голубых беретах и тельняшках Чем то не понравился наш герой Так слово за слово И пришлось ему прорываться домой С боем Не то чтобы ребята были плохие Но все мы знаем Как у нас проходит в России день ВДВ И вроде бы без особых потерь Он из боя то вышел А нет Выяснилось дома Что оба кулака разбиты Пальцы выбиты Запястье болит Ну о снегах вообще речи нет Все понятно Какой бы мастер супер пупер не был Но без потерь из боя не выйти Особенно когда противников дофига Да Подумал он Не зря наверное десантники кирпичи ломают И бутылки бьют об голову И пожалел он тогда Что уделял мало времени Закалке и укреплению ударных поверхностей Решил исправить этот недочет История эта вся выдумана и конечно Но она запросто могла приключиться А что еще вероятнее Так и бывало не раз В тех или иных вариациях Или комбинациях Но тем не менее Это типичная ситуация А более или менее удачный финал Мог бы и оказаться Менее оптимистичным Чем данный Иногда А даже не иногда А часто Можно видеть и боксера И рукопашника Который подрался на улице А и другого Аспекта боевых И другого адепта боевых искусств У которого после уличной драки Гипс на руке Либо запястье сломано Либо растянуто Либо пясные кости Либо пальцы выбиты И вроде как и победил И честь отстоял Ну и сам пострадал У противника шишка на лбу через 3 дня прошла А сломанная рука гораздо дольше Заживать будет А как быть тому, кто и вовсе далек от боевых искусств Не надо дожидаться той поры Когда станешь мастером Вот это очень важный секрет И очень, в общем-то, простой секрет И очень хороший совет Не надо дожидаться того времени Когда станешь мастером боевых искусств Чтобы начать формировать из своих рук оружие самообороны Уже сегодня Вот это парадоксально, да? Что мастером вроде можно не быть А оружие из своих рук можно создать Конечно, оружие в умелых руках Оно гораздо эффективней Но оружие и само по себе Эффективно и действенно Даже если им обладает непрофессионал И непрофессионал из пистолета Может выстрелить и застрелить И ножиком так же порезать Профессионал сделает это профессиональней Но в руках непрофессионала Оружие не менее страшно Особенно тогда, когда Оно неожиданно Неожидаемо Начинает действовать По своему непосредственному предназначению Так вот, что касается рук Руки тоже могут стать оружием Древние и пытались из собственных рук Создать самое непосредственное оружие Так вот, только по-настоящему крепким кулаком Или какой-то другой частью руки А также ноги Но мы сегодня будем говорить именно о кулаках Как наиболее частом в виде оружия Только по-настоящему крепким кулаком Можно реально сильно бить Не боясь Не повредить собственные руки Ну, попав агрессору, например, в лоб В локоть Или просто промахнувшись Влепив по стене Или по забору А также можно реально наносить Серьезные повреждения оппоненту Некоторым никогда не светит Стать мастерами боевых искусств Но это вовсе не повод для того Чтобы выбросить из своего арсенала Такой серьезный аргумент решения реального конфликта Как крепкий удар крепким кулаком Даже самый слабый человек Будет чувствовать себя намного увереннее Перед лицом безоружного амбала Если вместо голой руки У него в руке окажется камень Даже самый слабый человек Зажав в руке камень Сможет смело ударить им Ну, по кирпичу, например Или по доске изо всех сил И почти наверняка их поломать И это не обладая вообще никакой техникой И знанием приемов боевых искусств Многие восхищаются мастерами боевых искусств Ну, ломающих доски Кирпичи, черепицу Конечно, правильная техника позволяет Их поломать большее количество Более толстую стопку Более толстую доску Но очень мало кто знает Что для того, чтобы поломать кирпич или доску Ну, толщиной в пару дюймов Там до 5 сантиметров, например Не нужно очень больших сил Это, в общем-то, под силу И вовсе неподготовленному человеку Что же дает такую силу, да? Да очень просто Дает ее уверенность Уверенность И еще раз уверенность Уверенность в оружии Уверенность в том, что оружие крепче, чем тот предмет По которому им собираются бить Вернее Что оружие крепче, чем тот предмет По которому этим оружием собираются бить Вроде правильно сказал с самого начала То есть, человек, который наносит удар оружием Он не обладает внутренними психологическими сдерживающими факторами Он сразу бьет на поражение этого кирпича Не боясь, что ему там будет больно Он максимально вкладывает свою силу Так вот, у даже самого несильного человека Сил для того, чтобы поломать кирпич Вполне достаточно И доску, чтобы сломать Тоже вполне достаточно Не должно возникать сомнений в том Что оружие может остановить взорвавшегося негодяя Реально причинив ему ущерб Это уже что касается того Если придется применять это оружие в реальной ситуации Еще раз повторяю Не должно возникать сомнений в том Что ваше оружие, в данном случае ваши кулаки Смогут остановить взорвавшегося негодяя Реально причинив ему реальный ущерб Осознание которого заставит этого агрессора Отказаться от своих нехороших намерений Вывод, да, какой Нужно выковать из своего кулака тот самый камень То самое оружие, в пробивных свойствах которого Не может возникнуть никаких сомнений Если бы вместо кулаков у вас были чугунные болванки То наверняка не возникло бы ни малейшего сомнения Что такими кулаками можно сокрушить даже каменную стену Или представьте, что вы надеваете на руки Некое подобие перчаток боксерских, да Только выполненных из чугуна Из камня, из стали Вы сразу же сможете ими бить в полную силу Сокрушая чуть ли не каменные стены, да И ломая все на вашем пути Ну только разумеется то, что надо ломать, да Я сразу предупреждаю, что я так агрессивно рассказываю вроде про это все Но это вовсе не значит, что там мы выкуем из кулаков оружие И будем заниматься каким-то террором Нет, мы будем применять его только по назначению И только понимая, да, что такое хорошо, а что такое плохо Так вот, обладать таким оружием очень выгодно А почему? Потому что оно всегда находится при вас Оно всегда заряжено и готово к применению Не требует лицензии на хранение и ношение Не пугает обычных мирных граждан Не настораживает хулиганов, для которых его свойства могут явиться фатальной неожиданностью Никто не ждет, что ваши кулаки могут быть настолько серьезным оружием Это оружие является частью вас самих А значит очень удобно и эргономично Еще что важно, оно не требует особенного ухода и сохранения Это ваши обычные руки Вот как вы их сейчас сохраняете, так и будете сохранять в будущем А самое главное, почему очень выгодно оружие такое Да потому что получить его просто и оно просто А все, что требуется для того, чтобы заполучить такое оружие Свой арсенал Это знание Знание, как это оружие правильно изготовить Выковать, закалить А также относительно немного времени, которое необходимо потратить на данный процесс Несмотря на то, что в доступном интернете и литературе информации достаточно много Вся она не упорядочена Обрывочные данные легко доступны, да Но они не уложены в строгие комплексы конкретных упражнений и методики достижения целей Скажу больше Упражнений, которые направлены на укрепление кулака, очень много И столько много, что если их просто делать по одному в день, то и года точно не хватит Но не уложенные в правильную методику, они дадут очень-очень посредственный результат Что же делать, как быть И особенно с чего же начать Да решение есть Решение заключается в регулярном выполнении специальных Специальных, заметьте Несложных упражнений Очень простых Которые в отдельности друг от друга не являются хоть сколько-нибудь секретными Секрет и суть Именно почему с помощью них можно достичь серьезного результата В последовательности и регулярности Благодаря которым даже самые неподготовленные люди Никогда не пробовавшие ударить даже в какую-то пуховую подушку Могут смело использовать этот метод То есть метод подходит вообще для самых новичков Которые не обладают никакими навыками боевых искусств вообще И у которых руки пианиста, условно говоря Которые ни гантелей в руки не брали Никогда не стукнули никуда, ничем, вообще никак Руки мягкие, нежные и все такое проще Также и собственно дно Важно заметить, что данная методика Она работает и для очень подготовленных Просто суть степени нагрузки В количестве раз Но больше именно в изменении нагрузки Не меняя сути упражнений самих Меняется просто степень нагрузки И тогда даже самые подготовленные бойцы Самые подготовленные адепты любых боевых искусств Все равно могут продолжать совершенствоваться А результат не заставит себя долго ждать Уже после нескольких тренировок Лучше сказать так Что после нескольких дней тренировок Совсем немногих Трех-четырех даже Приходит ощущение, что руки меняются Они становятся другими Чувствуется иная крепость сжатого кулака По сравнению с тем состоянием Которое было до начала занятия Вы сжимаете кулак И чувствуете, что вы по-другому сжимаете Он становится более плотным Пропадает рыхлость Вы чувствуете свой сжатый кулак Абсолютно комфортно и монолитно То есть не каждый пальчик в отдельности Вы сжали кулак Это как чугунная чушка становится Он становится крепкий и плотный А не как рыхлый снежный ком Правда, очень важно заметить Вы не потеряете функционал своих рук Если вы вот играли на пианино Вы так и будете легко играть на пианино Играть на гитаре Будете легко играть на гитаре Я вот играю на гитаре Играю на гитаре давно С самого детства И не просто бряцаю какие-то песенки Что я, кстати, делать очень люблю Играю на гитаре хорошо Может быть я даже Как-нибудь запишу в каком-то подкасте Ну свою запись какой-нибудь Не песни, а мелодии Чтобы продемонстрировать вам Как это выглядит То есть Что руки мои не потеряли подвижность Больше того Я долгое время работал Пластическим хирургом Там и очень много всяких Манипуляций хирургических Делал под микроскопом Там, где рука даже дрогнуть Не имеет права Руки мои не стали рогами Они вполне у меня нормальные Абсолютно подвижные Но при этом При всем они железные И у вас такие же точно будут Не будет абсолютно никаких проблем с руками И то, чем обычно хвастаются Какие-то Мастера боевых искусств Может быть отчасти неправильные даже мастера Это набитыми Кинсами Какими-то мощными костяшками Которые стали большими Это на самом деле не есть хорошо В свое время у меня такая же фигня была Но это из-за неправильной подготовки Правильно подготовленные руки Они фактически не должны отличаться От рук обычного человека Они отличаются не внешне Они отличаются внутренне Прежде всего Своей крепостью, плотностью и жесткостью В этих руках просто перестроены И костные балки внутри костей И суставы более прочные И связочно-сумочный аппарат совершенно другой Связки более толстые, мощные Сумки суставов более плотные Все это внешне почти незаметно Все эти изменения видны внутри Вот Вот я и хотел собственно объяснить вам Что собственно говоря Методология это позволит вам достаточно быстро И качественно подготовить свои руки Правда готовить их надо абсолютно комплексно И пальцы И запястья И пястья Лучезапястный сустав И предплечье Ну и разумеется ударные поверхности Для того чтобы ваши кулаки Реально стали оружием Многие просто набивают там ударные поверхности И считают что они занимаются закалкой кулака Это совершенно неправильно Вернее это правильно лишь отчасти Потому что закалка ударных поверхностей Это только маленькая верхушечка айсберга И может быть даже не самая важная Для того чтобы создать из своих рук реальное мощное оружие Вот Я расскажу вам И объясню как за несколько месяцев Выковать из своих рук Настоящее оружие Объясню Но Это можно будет Все это получить То есть мои рекомендации Только подписавшись на рассылочку мою Где я вам дам Ряд пошаговых действий Действий То есть некую совокупность действий Выполняя которые последовательно Вы и будете добиваться Вот такого результата Про который я рассказал И спустя несколько месяцев Господи что там месяц Через месяц придет ощущение готовности Смело попробовать свой кулак В разбивании доски Предположим в два В два с половиной сантиметра А спустя несколько месяцев Можно будет и на пять сантиметров Замахнуться Или на кирпич Это совершенно точно Если следовать этой методике То результат будет абсолютно гарантирован Удачи вам Будем закалять кулаки До свидания Субтитры создавал DimaTorzok